Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Как и всегда, с утра несколько минут вашего времени, чтобы оценить ситуацию, которая у нас фундаментально по новостям сложилась на финансовых площадках в отношении всех излюбленных активов, которыми мы торгуем каждый день. В целом я хочу отметить то, что сейчас рынок явно благоволит нам, поскольку мы видим задатки, возможно, возобновление роста доллара, мы видим слабость европейской валюты, хоть она сейчас и находится на очень высоких уровнях, но откаты возникают, и я надеюсь, что эти откаты будут все-таки в конечном счете создадут условия для снижения евро к тем уровням, о которых мы говорили. А американский фондовый рынок у нас переписывает исторические максимумы золота, серьезно просела, снова вернувшись в поддержке 1200 долларов за тройскую унцу, и здесь я, честно признаюсь, выдохнул, потому что переживал за то, что золото может на слабости американца рвануть еще выше. Находился как раз я в сделке с отметкой 1200, и сейчас продолжаю держать этот актив в надежде на коррекцию. Фунт у нас сохраняет потенциал для дальнейшего восходящего движения, хотя, наверное, разбежались мы, охватив весь спектр финансовых инструментов. Сейчас давайте не будем вывиваться из колеи. У нас сначала нефть, и здесь я также хочу с бодрым настроением отметить то, что сейчас актив не показывает значительной волатильности, к которой мы привыкли, но это тоже неплохо. Самое главное, что нефть сильно не растет. По-прежнему мы видим котировки чуть выше 55 долларов за баррель. Клод вчерашнего дня с понижением 55.19, сейчас актив торгуется на отметке 55.70. Анализируя новостной фон, здесь мне, к сожалению, порадовать вас нечем, потому что ничего интересного не случилось. Мы понимаем, что сейчас рынок, как и днем раньше, как и на прошлой неделе, продолжает жить первыми цифрами, доказательствами того, что страны ОПЕК действительно действуют в соответствии с индивидуальными квотами, договоренностями. Это уже привело к тому, что с рынка было убрано, скажем так, около полутора миллионов баррелей в день по производству. ОПЕК и регионы, которые поддержали это соглашение, обязывались сократить добычу на 1,8. Ну, то есть уже соглашение практически реализовано. Все договоренности соблюдаются, нет сейчас, скажем, того региона, который передумал действовать в рамках условий данной сделки. Это, с одной стороны, позитивный фактор. Но каждый раз, когда мы с вами все-таки констатируем этот позитив, мы тут же находим достаточно негатива, связанного с тем, что соглашения ОПЕК не хватит, чтобы решить проблему с перенасыщением. Углеводородными, даже несмотря на комментарии министра нефти Саудовской Аравии, о том, что эта сделка будет эффективной, решить эту проблему. У нас есть регионы, которые добывают, добывают очень много. Добыча будет только усиливаться, расти, потому что текущие котировки этому способствуют. Отдельно мы в последнее время останавливаемся на Соединенных Штатах Америки. Этот регион уже называют, как возможно, основой, который сможет обеспечить нефть серьезным импульсом для снижения. Я напомню, может быть, кто-то из вас запамятовал, скажем так, в 2014 году, когда количество нефтяных платформ сланцевого производства было на пике практически историческому максимуму в США, именно Соединенным Штатам Америки приписали роль того, скажем, географического объекта, который и, может быть, начал тот самый обвал котировок нефти, с которым мы столкнулись. И сейчас, исходя из цикличности того, что история повторяется, все все-таки возвращается на свои места. Мы видим, как снова сланцевый бизнес на ногах, соответственно, снова растут число терминалов, в прямом смысле, как грибы, плюс 29 штук только за прошлую неделю, за позапрошлую. И это, если мне не изменяет память, самый серьезный рост за последние 4, а то и даже 5 лет. На текущий момент число сланцевых буровых уже составляет 551 штуку. Рост продолжится, и я даже предлагаю уже ставить на то, что сланцевых платформ будет не меньше 600, возможно, уже недели через 3. И, соответственно, мы снова будем возвращаться к росту добычи в США, оправдывая, почему Brent и WTI должны снижаться. Про Китай повторяться не буду, негативный фактор его также имеем в виду. И еще статистика по запасам нефти регулярная, рядовая. Мы на нее также постоянно обращаем внимание. Вчера, точнее не вчера, а сегодня, ранним утром, на отчет ОПИ Американского института нефти. И этот отчет поддерживает нашу идею слабости углеводородов, потому что запасы выросли на 2,9 миллиона, а против прошлого снижение на минус 5,04. Сегодня в 18.30 у нас уже официальная статистика. Если мы увидим оценку, сопоставимую с тем, что наблюдали недели ранее, то у нефти будет еще один сигнал для коррекции. Я надеюсь, что этот сигнал будет отыгран. Наша цель 53, как и раньше. Рубль 59.15. Я думаю, чтобы пробраться там выше 60, все-таки нужно видеть Brent ниже 55 долларов за баррель. Помимо нефти, сегодня предлагаю обратить внимание на 2 отчета по российскому рынку. Их выход запланирован в период с 15 по 16.00 по московскому времени. Это сразу статистика по уровню безработицы и данные по темпам экономического расширения. Особый акцент предлагаю сделать все-таки на, конечно же, данные по ВВП. И, разумеется, если мы увидим те прогнозируемые, ожидаемые слабые цифры, тогда рубль, может быть, утратив еще и поддержку от продажи экспортной выручки под уплату налогов, будет испытывать прессинг и со стороны национального фундамента. Это помимо нефти. Ждем пару USD-RUB выше 60, цель, как и раньше, 62. Доллар японская иена вчера оттолкнулась от минимальных уровней. Сейчас котировки 113.57. У нас причина, опять же, роста доллара. Учитывая то, что мы наблюдали активизацию покупок буквально с азиатской торговой сессии, эти покупки не были подкреплены какой-то локальной статистикой. Но параллельно с этим можно было наблюдать то, что и индекс доллара оттолкнулся от минимальных уровней, и американские долговые бумаги двухлетки и десятилетки также понемножку поползли вверх. Я связываю, опять же, интерес к доллару именно с этой динамикой. Потом, ближе к концу торговой сессии, у нас было два отчета индекс PMI в производственном секторе. Мы сразу ставили на то, что вряд ли данные нас ранчируют. И были правы, потому что очередной сигнал того, что и производство находится на коне, соответственно, создает стимул для того, чтобы и без стимулирующих мер. Трампа, который мы так ждем, первый квартал 2017 года оказался не менее результативным, чем четвертый, квартал 2016 года по темпам экономического восстановления. Промышленность, сфера услуг – это прекрасные драйверы, которые себя сейчас отрабатывают. И мы понимаем то, что на текущий момент макроэкономический фон, который сложился в рамках американской экономики, – это лучшая статистика за много лет. Именно эта лучшая статистика обеспечивала долгожданное решение. Второе решение за последние 10 лет по повышению процентных ставок и настроила нас на то, что ФРС будет действовать по этому жесткому пути и в 2017, и в 2018 году. Следом вышел отчет по продажам домов на вторичке. Здесь, правда, цифра плохая, но я ее тут же проигнорировал и советую вам также сделать то же самое. Потому что речь идет о снижении продаж на вторичном рынке жилья не из-за того, что упал спрос на дома, либо у потребителей стало меньше денег, и они не готовы сейчас переходить к приобретению товаров столь длительного пользования. Здесь важно провести параллель с общим предложением, которое присутствует сейчас на вторичном рынке. И, по-моему, отчет, о котором я вам не говорил, ну, ничего просто необходима, потому что, полагаю, что это не очень важная статистика, но сейчас стоит коснуться ее. Недели две назад, когда был опубликован отчет по общему, опять же, количеству домов, которые выставлены на продажу по итогам декабря, их количество снизилось на 10,8%. Поэтому то, что у нас вчера была слабая цифра по вторичке, это как раз связано с этим. Поэтому давайте не будем винить то, что рынок недвижимости столкнулся с трудностями, прогресса, потеря, это совершенно не так. Рынок недвижимости также чувствует себя хорошо, собственно, как и рынок труда. Ну и что касается, опять же, тех ожиданий, которые присутствуют на рынке, мы по-прежнему, имея в виду то, что Трамп сейчас уже официально вступил в должность президента, наконец-таки хотим, чтобы он начал притворять жизнь все обещанное, эти самые бюджетные стимулы, которые будут способствовать росту экономики и простимулируют восстановление чуть ли не до 4%. Ждем. Я надеюсь то, что Трамп не передумал со столь агрессивным подходом к поддержке экономики. Я жду первые законодательные акты распоряжения, как я отмечал, уже в самое ближайшее время. Если вы сейчас посмотрите на те прогнозы, которые присутствуют на рынке по той же самой паре доллар-японская иена, то увидите, что сейчас минимальный, скажем, уровень возможного укрепления японской валюты против доллара и, соответственно, движения пары доллар-японская иена, это ограничено 110-112 иен против доллара, после чего, соответственно, трейдеры делают ставку инвеста фонда банки на то, что пара легко уйдет выше отметки 120 и как раз на эту цель я и предлагаю ставить и нам. Уверен, что эта сделка станет одной из самых результативных в 2017 году и я очень хочу, чтобы вы все смогли получить профит на ней и прокатиться на этом ожидаемом восходящем ралли. Функт против американца. Вчера в центре внимания трейдеров было решение суда Великобритании по поводу правомощности действий Терезы Мэй касательно инициирования 50-й статьи Лиссабонского договора. Сразу отмечу то, что изначально трейдеры не видели потенциала в этом новостном событии, не допускали то, что пара может резко вырасти, либо резко обвалиться, потому что буквально неделю назад, когда мы с вами анализировали конференцию Терезы Мэй, мы уже услышали то, что она сама отметила, что выступает за необходимость согласования всех параметров, в всех условиях предстоящей процедуры Брэкзита и не против, чтобы голосование по предстоящему соглашению Брэкзита прошло в рамках сразу двух палат парламента, чтобы было единое, устраивающее всех решения без промежуточных каких-то результатов. Поэтому отчасти, наверное, решение в Великобритании суда Верховного не имело смысла. Ну, я в целом скажу, как и ожидалось, действительно, суд Великобритании отметил то, что Терезы Мэй нет полномочий, чтобы единолично инициировать эту статью, а отметил то, что сделает это парламент, но, собственно, Терезы Мэй уже делегировал это парламенту неделю назад. Процедура будет запущена, как и ожидалось, до марта 2017 года. Первая реакция на решение – это обвал фонда. Я допускаю то, что он был связан с тем, что трейдеры тут же акцентировали свое внимание на снова риск, с которыми может столкнуться британская валюта и национальная экономика после этой процедуры. После того, как фунт просел там на фигуры, мы увидели, как интерес к покупкам британца снова возрос. А вот сейчас мы наблюдаем уже котировки снова выше отметки 1.25. Поэтому наша каккосрочная идея того, что фунт будет двигаться дальше в рамках восходящего канала и сможет добраться до отметки 1.27-1.28, она пока сохраняет свою актуальность. Не видим негатива, не ищем его тогда, когда его нет. Мы его еще найдем по мере приближения к марту и получения дополнительных подробностей, опять же, по процедуре Брейзита. А вот когда они будут, тогда снова развернемся и уже встанем и в краткосрочные, и в среднесрочные, и уж тем более в долгосрочные сделки, направленные на ослабление этого инструмента. Евро против доллара. У нас котировки на текущий момент 1.07.25. Сегодня в центре внимания статистика ПАИФа. Я не думаю, что евро будет активно реагировать на национальный макроэкономический фонд, потому что определяющим активом для евро, и вчера это было доказано, остается доллар. Поэтому какую динамику мы сегодня увидим по паре доллара и японской иены, точно такая же динамика будет и в рамках главного валютного риска, но, разумеется, только с реверсом. То есть рост доллара обеспечит ослабление евро, и, соответственно, слабость американца будет оказывать поддержку для дальнейшего восстановления пары евро-доллар. По-прежнему делаю акцент на то, что мы уже коснулись дна. Хотелось бы по паре доллара и иены, и пора бы уже восстанавливаться. Не очень хочется добираться до отметки 112, и уж тем более ниже. И еще я хотел отметить сегодня, буквально несколько часов назад вышли данные по инфляции в Австралии. Этот отчет оказал давление уже несколько десятков пунктов потерял австралийца. Текущие котировки 0,7537 – это все равно гораздо выше тех уровней, с которых мы готовы вернуться в трейдинг по этому дуэту валютных активов. Но сигнал хороший. Он связан с тем, что раз инфляция продолжает снижаться, в квартальном выражении 0,5-0,7 от цифра и годовой показатель 1,5 с прогноза 1,6. Это значит, что Резервный банк Австралии, как вы помните, логика не меняется, будет вынужден снова возвращаться к вопросам дополнительного смягчения, стимулирования экономики через снижение процентной ставки. И опять же подкрепляют ожидание того, что Резервный банк Австралии может продолжить двигаться по данному направлению. Еще и последние цифры по ООП, которыми мы замыкали в 2016 год. Отчет был очень плохой. И вот на фоне слабой инфляции, а соответственно низких показателей потребительской активности, я не верю, что австралиец будет выступать активом с сохранением среднедолгосрочного потенциала роста. Я жду, чтобы движение все-таки было более предсказуемым. И надеюсь, что австралиец, исходя из того фона, который мы проанализировали, пойдет ниже. Американский фондовый рынок на новых максимумах. Все это опять же следствие того, что неопределенность постепенно сменяется четким ожиданием того, что Трамп будет действовать и соответственно поддержит своих коллег-бизнесменов. Это все ждут, потому что большая часть его влектората как раз и голосовала за него в расчете на то, что с Трампом будут созданы невероятные райские условия, которые позволят существенно улучшить показатели экономической финансовой, экономической, хозяйственной деятельности. Золото у нас снижается. Это опять же является следствием снижения неопределенности, изменения определенного настроения на рынке. Не скажем то, что они уже сместились на позитивные ожидания. Ну и, конечно же, причина слабости золота – это еще и локальное восстановление доллара. Поэтому, если сегодня американец, как я уже отметил, найдет основания для роста, мы будем наблюдать котировки уже завтра в ходе следующего брифинга уже ниже 1200 долларов за тройскую унцию. Цели у нас гораздо ниже. Из важных отчетов сегодня, как отметил, 12.00 ИФА, статистика по Германии, данные по ВВП России в 15.00 по московскому времени в 18.30. Ждем с вами запасы нефти от Минэнерго США. Ждем поддержки для короткой идеи. Большое спасибо за внимание. Удачной вам торговой сессии. Если есть вопросы, форма маркетс и канал на YouTube. Пишите, отвечу. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.